Здравствуйте, уважаемые зрители нашего канала. Представляем вам обзор содержимого коробки модел-коллект фирмы в 72-м масштабе UA72045 S300, PM, PMU Вот такая пустовая ракетная установка ПВО Коробка достаточно большая, как видим Вызведена модель в Китае Вот что вы видите, когда откроете коробочку Пакеты с лисниками Колеса Деколи Две платы отравления Истекление И вот такая большая красочная инструкция Аж целая книжка Ну давайте мы с нее, собственно, и начнем Выглядит уже солидно Как видим, входит много деталей в комплект Собирается ходовая часть двигателя Рама Ну и так далее Можете нажать на паузу И посмотреть уже более подробно Вот эти картинки Благо мы снимаем видео С высоким разрешением Да, вот что интересно Эти радиаторы Сделаны тоже Открытыми Ну и вентиляторы радиаторов Получается достаточно такая детализованная кабина И подвеска хорошо сделана И отделение управления Ну пока я листаю дальше Покажу вам Ой, немножко расскажу про эту машину Значит, как я уже сказал Это машина ПВО Непосредственно Кунг То есть версия с Кунгом Это машина управления С ее помощью Осуществляются пуски С нескольких пусковых установок Поскольку есть вариант Без вот такого Отделения управления Просто стоят дуги И модель клавея, кстати, выпускает Такой вариант Здесь варианты окраски И еще какая-то Вкладка Может быть Какое-то дополнительное пояснение Может быть что-то в процессе Вдруг Стало понятно Что надо что-то доработать И вот Производитель еще дополнительно Видимо дорисовал Может просто места так вот хватило Вот То есть вот это получается Самая Такая Полная версия этой машины Кускалась она достаточно давно На Шасси Значит Минского автозавода Вот Такое пластиковое остекление Входит Как я уже говорил Две платы фототравления Давайте мы их достанем Посмотрим поближе Мин 49 ст. Поехали Выводы Выводы Играет Закрыл Играет 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 так колеса колеса резиновые ну для примера возьмем внутри покрышка пустая причем выполнено она именно видите пустой как и должно быть обычное колесо какие-то даже написи видны так что у нас дальше насколько я помню сборку предполагается начать как раз с рамы элементов подвески и так далее вот нам в этом поможет собственно содержимое этого пакета первого но глаза бросается сразу кабина мы ее и рассмотрим поподробно сделана она как видим одной деталью но открыты двери эти заклепочки даны так очень очень симпатично сразу бросается в глаза что конечно значительный шаг вперед по сравнению с тем что производил производитель из белоруссии фирма pst до этого такую модель выпускали они давайте-ка я в сторону уберу чтобы лучше видно на зеленом вот но прошло много лет и та модель конечно свой огромный вклад сделала но это уже на эта модель уже совершенно другом технологическом уровне выполнено разработано в трехмерных программах все так шикарно смотрится да вот видим диски такие все прям красивые такая же такая же литниковая рамка дальше у нас идет две вот таких одинаковых рамки так следующее это непосредственно раму это внутреннюю часть кабины баллоны с воздухом насколько я понимаю зеркала вообще для непосвященных хочу сказать что еще в те времена когда она выпускалась то есть это восьмидесятые годы машины было была коробка автомат то есть всего две педали внутри газ и тормоз в свое время меня это очень сильно поразило потому что тогда в конце 80-х годов начале 90-х продолжался еще выпуск этой машины так вот конце 80-х когда мы все ездили на продукции вовского автозавода в основном на ручке да такая огромная тяжелая машина которая собственно имела уже коробка автомат и всего две педали поражало воображение молодого человека который имел некоторое отношение к выпуску этих машин это я про себя говорю без так сказать какой-то нехвастаюсь но но было дело имел я к ней отношение к этой машине точнее к обоим вариантам вот поэтому могу смотреть несколько иначе на нее и она у меня вызывает достаточно хорошее воспоминание юности так кабина конечно была не очень большая не скажу что просторная но вполне вполне хорошо в ней себя чувствовалось чувствовал ну и двигатель конечно работает у нее так мощно когда в цех заходит такая машина стоит такой рев так это у нас пусковые установки и непосредственно ракеты точнее что то я на с утра ролик снимается еще не проснулся до в ракеты пво и со непосредственно шахты куда она куда они вставляются крышки стыковать придется и будет шов шва насколько я понимаю быть не должно придется шпаклевать это будет немного проблематично но с другой стороны что же делать у пст было то же самое но и вот эту вот собственно часть пусковой установки называли мы ее качалка из-за того что она поднималась и опускалась контейнеры я сказал шахты контейнеры ракет контейнеры да ребят не проснулся пока контейнеры зацеплялись специальными зажимами так обхватывались и значит вот эта качалка их поднимала они потом опускались гидравликой на землю вертикальном положении и уже из этого положения производился пуск то есть машина останавливалась выдвигались с нескольких сторон с помощью пульта либо с помощью кнопок расположенных на автомобиле значит ну специальный такой ящик был на сбоку где-то в этих частях открывался там тоже были кнопки ты можно было опустить гидравлические домкраты с нескольких сторон у колеса располагаются между колесами между парами колес машина приподнималась и качалка поднималась вверх и соответственно контейнеры с ракетами опускались на землю после чего можно было производить пуск пуск можно было производить непосредственно вот с этой машины управления дистанционно если я правильно помню то ли 3 то ли 4 машины можно было ими управлять с такой вот машина управления непосредственно тем что находилась на ней и теми машинами которые собственно не имели вот такого модуля управления фотографии еще много в интернете поскольку машина уже устарела до вышли уже новые версии поэтому при желании можно сделать начинку этого блока управления модуль модуля управления там стояла учислительная техника шел расчет координат и так далее потом производился пуск в общем вы можете при желании его сделать открытым вот такой интересный набор произведенных китая действительно шикарный подарок для всех любителей современной российской техники с 300 пм пм у лично мне очень понравилось исполнение качество литья и замечательный набор всем настоятельно рекомендую благодарю за внимание с вами был скилфм до новых встреч